В властной столице появилась хорошая традиция. С жителями согласовывают каждый проект реконструкции парков. К примеру, даже название скверу «Серебряные ключи» придумали сами горожане. К слову, на его благоустройство уйдет порядка 54 миллионов рублей. Но еще добавим, что сейчас продолжается реконструкция двух скверов лесопарка Затюменский и Гилевской рощи. Светлана Зурина побывала на местах. Ей слово. Сейчас за процессом лучше наблюдать со стороны. Но в конце октября здесь можно будет припарковаться, поиграть с малышами на детской площадке и даже покататься на велосипеде. Благоустройство сквера «Серебряные ключи» жители воиновки ждали несколько лет. И вот в апреле начались долгожданные работы. Приступили к работам вырубки кустарника, выкорчевки пней и выборку несущего грунта. И в следующий момент мы проводим самую важную работу – отсыпка будущего нашего сквера. Изюминкой станет декоративный пруд в форме капли с пешеходным мостиком. Посередине будет такой островок, понятное дело, к нему не будет доступа, но там может водиться какая-нибудь утка. Но купаться там будет нельзя. Впрочем, как и на карьере школьный. Это место отдыха, вероятно, благоустроят в следующем году. Назовут, возможно, в честь геолога Льва Ровнина. Главное – согласовать проект с жителями, которые пока и между собой не могут договориться. Одни говорят, что зачем нам тут устраивать общественно, когда рядом храм и прочее. Когда храм, с ним согласовано, и он никогда не был против народа. А в сквере ветеранов энергетики к согласию пришли. Здесь уже вовсю ведутся работы. К середине июля объект будет готов. Украсит сквер фонтан. И второе, здесь будет интересная архитектурная форма. Это горка, совмещенная со сценой. Насколько я знаю, в Тюмени таких моментов нет. Это достаточно непростое инженерное решение. Непростое решение предложили жители. Последнее слово по всему проекту осталось именно за ними. До этого тут, конечно, планировалось несколько иное. Такие абстракционистские формы, рассчитанные, так сказать, на западного потребителя. Ну, пошли на встречу простым интересам обычных горожан. Сквер ветеранов энергетики – наглядный пример сотрудничества общественности и власти при разработке проекта благоустройства. Впрочем, как и сквер Александра Моисеенко, что находится через дорогу. Его, скорее всего, реконструируют в следующем году. По концепции это станет спортивным местом с площадками для волейбола, баскетбола и турниками. Светлана Зорьна, Сергей Жернаков. Тюменское время.